друзья всех приветствую в сентябре дорогая алла приехала к нам уже второй раз и сейчас сделала постоянные коронки красивые зубки да расскажи пожалуйста во первых что ты делала мы с тобой уже одно видео снимали но мне кажется я вот это все таки лучше выставлю с самого начала первое как ты меня нашла как ты решила вообще сюда приехать были какие-то страхи или нет ну то есть вот это вот начало а потом другой ну я твой подписчица на ютюбе вот и потом ты в одном видео сказал что таким занимайся я вообще была рада это было случайно я давно искала клинику но как-то контакта не получилось ни с какой клиникой хорошего а вот тебе написал это уже через там пять минут мне уже ответила ему там с тобой до ночи переписывались вот поэтому не общение было никакого страха алла с германии живет в германии вот клиника наша в турции почему в германии не делаешь 1 видео обманяя крыта была может быть не знаю но я назвала бы это видео конец мучений потому что два врача отказалась от меня то есть не хотели брать вас да они хотели брать и поэтому я так рада все мало что это конец мучениям потому что у меня уже год это тянется история что не могу на передние зубы кусать я уже год сентября прошлого улучшишься даже я режу или кушала какие-то соседние зубы но передние нет у меня была такая история что мы здесь вырезали воспаление и у меня кусочка нету да и у меня конструкция из трех коронок вот один зуб от 3 потому что он был сухой и оставили в коронке то есть через некоторое время через 6 месяцев хирург проверил работу сказал все нормально вот можно ставить коробки и вот эта конструкция выпала конечно потому что у меня расшаталась эта конструкция то есть то что тебе делали она не продержалась это мою коробку они про обратно поставили то есть там и она долго не продержала конечно понятам зубочный по ее до десну вырезали к тебе денег насчитали напомни в германии я что-то пересчитала в евро это двадцать две тысячи евро нет это меня стали каждый зуб на 100 но что он так стоит коронка ты на церковь я бы это не ставила в общем тот а немецкий материал который мы поставили за 4000 евро дома алабу ставила бы за 22 тысячи евро видите какая разница страховка мне не оплатила то есть страховка наверное оплачивает только вот сам дешевый там металлокерамика опять же у меня бы был металл и все окислялись я так очень рада сейчас мы только церковь не стоит и и такую же не оплатили тебе удобно у меня сейчас тут уже вчера мне поставили то третий день на первый день понедельник опилили все было два зуба и теперь у меня сейчас пойдешь на последний контроль и что-то да это подпилит и хорошее странно-то другим был ребята сил прижать так планируете что хоть один день после зубов постановки зубов еще про были здесь под конец очень важен ясно за день заметил там третом третий день подпилит вот и что вы тоже сказать первый день это мне отлили двору зубов и сразу вечером поставили уже времени потом на следующий день врач поверил ко времени сказал не пойдет обсмеял там переделали делать на следующий день пришла уже не поставили времени но они как настоящий вот и на третий день уже мне поставили свою корону твою жена постоянно настоящая такая скорость вот четвертый день сегодня я пошла подпилить как тебе вообще форма эстетика вокруг десен тебе нравится вот у меня был так как у меня вырезали весну у меня конструкция сужая если ты не сказала бы не видела у тебя десна искусственная как настоящая так у меня не поставили у тебя оставили у меня как сделали из эти что они одинаково выглядят да не одинаково у тебя нет вот этой метро а у все-таки не десна была такая прям на увижу не чуть-чуть отрезаны просто и поэтому я сейчас нормально все вообще красиво смотри так многие скажут на что за белые зубы ребят в германии все любят это вот прям самая больная тема будет по-любому кучу людей писать почему такие белые смотрятся искусственно ребят на видео искусственно смотрятся вживую не смотрится искусственно да они белые у меня муж хочет вообще еще один тон больше самый последний это единички самый последний тон белоснежный второй тон он не белый он с оттенком вот все кто приезжает к нам говорят я хочу максимально естественные чтобы они там были желтоватые там с переходами но стоит им только перешагнуть пару клиники и начинают делать зубки даже все из россии ладно алла в германии живет и там нормально только белые там ненормально если у тебя будет какой-то оттенок там надо прям чтобы они вот знаете как унитазы белые были прям белоснежные вот в германии это красиво считается модно другой менталитет вот поэтому опустим так наши приезжают к нам сюда и говорят я ни за что белые не поставлю чего вы думаете все выходят с белыми все сейчас просто много уже людей с белыми мы же раньше не смотрелись такого не знаю мне нравится почему бы и нет но почему бы и да так лучше скажу я просто всегда инвестировала это знакомство с тобой не пофиг было что правда чтобы только ровные такие были я вдохновила на красоту я так рада что ты приехала честно вот многие люди ну мне очень много людей пишут что как я хорошо что я вот рассказываю об этом так далее дело это не моя работа это просто мое хобби у меня вообще другая работа это вот случайно вышло что я попала в эту клинику лечила зубы маме делаем зубы знакомые друзья все вот сюда и в итоге все остальное я внедрилась в работу я рада что приехала есть сомневающиеся типа надо вот кстати давай самый последний миф разобьем который у людей у всех надо сохранять свои зубы до последнего вот и представьте у вас уже зуб не жилец ну то есть особенность организма такая что разрушаются зубы и вот вы его лечите потом перелечивайте потом еще раз перелечивать и вот вы будете вкладывать стоит ли его перелечивать там два-три-четыре-пять раз мучиться куча денег отдавать им в конце концов все равно он не продержится больше чем там несколько лет но все мне понравилось эту информацию туда зала что даже здоровые зубы если они под коронками то они сохраняются сохраняются а мне тем более что мне терять было у меня были кривые желтые зубы свои все все там без флом было весело но ты хотела эстетику конечно если вверху будет хороший зачем мне сюда приезжать и мастера столько денег и получать многие не понимают ну типа а вот потом под коронками эти зубы если вдруг что там сгниют придется ставить импланты но поставите импланты на мужчин и колокол корни импланты открыть и получитесь а мертвый зуб нельзя лечить если он уже не ну это понятно а весел там если корень еще остался нерв то конечно можно полечить у меня другой вопрос если есть деньги ну если есть деньги то какая разница свои зубы или вставные у тебя просто тупо есть деньги и ты можешь поменять сколько хочешь раз эти зубы и ходить и красивые счастливые у тебя ничего не гниет нет никакого запаха неприятного изо рта тебе не надо бесконечно ходить к стоматологам и постоянно их лечить и ходить мучиться я например за то чтобы вообще можно все зубы вырывать ставить импланты и ходить красиво наверное десна уйдет она будет на десну наращивать ну так конечно со временем нет если ты ставишь импланты не уходит ни десна не кость все наоборот сохраняется когда вырывают зуб допустим и ставят мост то вот на этом месте уходит и десна и кость моем случае в будущем я здесь тоже узнала тебя потому что у меня надо импланты делать у меня на титан аллергия смотря на мой титан есть немецкий и швейцарский где нет аллергии специально такое покрытие это там специально покрытием это супер есть противопоказания к имплантации у тех у кого хронические заболевания связанные с сердечно-сосудистыми заболеванием кровью высоким там сахаром давлением и сахарный диабет естественно сюда но в швейцарских марков немецких есть некоторые импланты которые показаны именно таким людям которым противопоказаны импланты и можно поставить импланты и есть высокий шанс что они приживутся на пожизненное ничего с ними не будет если не будет каких-то супер мега изменений в организме да тогда они слова начнут ну как отторгаться но это когда будет какой-то сбой прямо организм если этого сбоя нет есть проблемы со здоровьем то можно со специальным покрытием это сделать то есть сейчас медицина я думаю что я думаю что 15 лет а потом уже медицина уйдет я вообще думаю что 10-20 лет пройдет и люди не будут держаться за свои старые гнилые зубы а будут делать импланты новых рук знаете руки-базухи вот как фильмах показывают киборгов что почему нет если какая-то проблема с ногой да сейчас можно сделать искусственную ногу я кстати в непале сотрудничаю с фирмой которая занимается протезами рук у кого нет рук вот они делают офигенные протезы которыми можно легко управлять эти протезы снимается да ничего как и нету мне очень нравится тема медицины то же самое что трансплантация волос или загущение я тоже этим занимаюсь также медицинские услуги связаны с хирургические какие-то если например сахара если онкология очень хорошие медицинские центры если хирургия пластика начну захотела поставить потому что ему тоже надо ли он сказал что ты иди я посмотрю как у тебя будет и потом он вдохновился тобой теперь тоже принесла блин если к знал то я продолжу вместе вы сделали а так лица приезжать но мы все равно прием на следующий год в отпуск и поэтому мы еще мы вам забронируем как вы хотели отдохнуть в киберии отели мы дешевле ну если вы сами будете бронировать вам это намного дороже станет мы забронируем как наших пациентов заключили договор с клиникой отдохнете круто дешевле я вообще многим говорю ребята берите с собой когда едете делать зубки берите с собой кого-то бесплатно дата может быть пять долларов заплатить за завтраки например трансфер бесплатно довезет то есть как бы с вас идет отель трансфер друга можно взять да и кайфануть классно увеличить количество дней у нас сейчас пятизвездочные гостиницы и трешки можно выбрать лакшери отдых то есть ты приезжаешь неделю кайфуешь потом 45 дней делаешь зубы и потом уже там не кокосовые езжаешь домой на реабилитацию две недели там уже лежишь бедненький несчастный спишь на это кому импланты делать операции у кому просто вот зубы коронки дело там лечат конечно можно веселиться конечно обращусь мы и остаемся в контакте да 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 чтобы ты хотела сказать клиентам который сомневается ехать или не ехать делать зубы не делать и которым страшно вообще приезжать есть мы тут мошенники из несуществующие столько много сказано что правда какие мошенники клиника существует вот пожалуйста мне публикует постоянно отзывы люди приезжают нормально никого не обборовывать не обдуривать нормально все здесь прозрачная цена да все прозрачно все вам документы договоры не платят страховка кстати будете делать страховку пожалуйста сделайте страховку страховка стоит которая оплачивает отель и переходы если что до полгода 150 евро оплатить и страховку я вот прям каждому рекомендую куда бы вы не ехали ко мне или вообще в любое место везде на медицинские услуги делайте страховку которая не связана с клиникой у нас отдельная страховая компания до которого и отеля да конечно если что-то вдруг какая-то проблема даже просто переделать все но не нравится мне вы можете приехать и все бесплатно сделать плюс может случиться что угодно допустим у тебя не было там жестких операций людям делают операции десна опухшие делают зубы и не через пару дней отек сошел а через два месяца но бывает такое и все что вам сделали оно становится большим представьте рот уменьшился и это начинает конструкция болтаться мешать плохо накусываться и здесь ну что клиника то бесплатно по договору все вам переделать но вам придется прилететь сюда за свой счет за свой отель и за свой трансфер заплатить а это деньги стоят большие и 150 евро стоит для того чтобы на неделю за эти деньги и приятно и страховка нужно трансфер вообще супер с табличкой да как тебе отель даже вот я хочу сказать нас здесь четыре минуты за углом приехал трансфер нас искали мы уже здесь конечно были то что первый день от нас или за углом клиники стири все равно приехала шикарная машина майба там начали ломиться в этот номер и что они проспали не про 10 часов и часов не проспали ну водитель приехал да хотя тут надо было просто вокруг дома так проехать и все на зала минуту я специально выбрала просто клинику что если что ходить вот ребят пишите вопросы я буду вам отвечать на любые вопросы связанные со стоматологией а темы такие например как а сколько это будет в другой валюте там ну вы гуглите уже сами то есть вопросы не пишите сугубо ну такие медицинские сразу отвечаю я стараюсь всегда быть на связи и поддерживать связь в любых ситуациях так что вообще этот районки мы живем это вообще какой-то лакшин да и он да это хороший район лары это самый дорогой и красный район тантали очень уютно лежать всем пока пока пока